Здравствуйте, с вами Александр. Я хочу вам сегодня рассказать о очень интересной коляске APA Baby Vista. Точнее говоря, о самой коляске я вам уже рассказывал. Обзор на эту коляску у меня уже есть на канале, я ссылку добавлю в описании. А сегодня я вам расскажу о ней, о ее возможностях трансформации для родителей, у которых близнецы и погодки. Эта коляска как ничто лучше, на мой взгляд, подходит для этого. И для этого мне понадобится помощник. Сегодня помощником у меня будет менеджер санкт-петербургского филиала первой коляски и мира автокресел. Его зовут Залим. Здравствуйте. Так, и начнем мы с вами рассматривать ее сначала в варианте для близнецов. Для этого в первую очередь вы начнете пользоваться же люльками, поэтому покажем, что нужно для того, чтобы установить две люльки. Для этого, кстати, нужно заранее побеспокоиться и приобрести дополнительные адаптеры. Ссылки тоже я добавлю в описании. Их понадобится по несколько штук, верхний и нижний, но об этом тоже мы вам расскажем. К сожалению, покупается отдельно, но это ничего страшного, они не такие дорогие. Поэтому нам понадобится сейчас два адаптера, верхний и нижний. Чтобы поставить вторую люльку, сейчас, чтобы это было легче, я уберу эту в сторонку. Так, можно отметить, что синими точками отмечены, ну, в данном случае, вот. Да, на самой раме и на адаптере обозначены две синие точки. Нужно, чтобы вы не перепутали левую и правую. Ну, точно, да. Здесь синий, здесь желтый. Да, и верхний адаптер нужен для того, чтобы увеличить расстояние между двумя блоками. Соответственно, также желтые точки у себя. Вот, по ходу движения будет с правой стороны. Да, вот, да. Да, если этот адаптер не поставить, люлька нижняя встанет, а вторая упрется в нее. И для этого нужны эти адаптеры, чтобы ее приподнять. Да, люльки, лежачий блок абсолютно одинаковый будет по габаритам. Так, это мы установили нижний. Ставим верхний. Вот, что мы получаем для близнецов с люльками. И что хорошо, это не как длиннющий паровоз, что там, не знаю, по 2,5 метра, и вам просто грузовой лифт только нужен. В принципе, достаточно компактная и удобная конструкция. Сейчас мы уберем люльки и поставим две прогулки. Отметить можно, что одной рукой снимаются люльки. Это очень легко. Да, да, сверху кнопочки и все. Так. Для этого это... Удвиняющие... Автолюльки, да, установим? Сейчас прогулки. Прогулки нужны. Автолюльки. Эти адаптеры не убираем. Верхние. Расстояние также должно быть достаточно. Именно в прогулочном блоке есть нюансы. Эти блоки отличаются. В комплекте идет с коляской, когда вы два в одном покупаете. Вот такой прогулочный блок. Он по форме немножко отличается от дополнительного прогулочного блока. Самое основное отличие, немножко в размерах меньше получается основного блока. И подножка отдельно не поднимается. И за счет этого, ну, гамачная система наклонной в обоих блоках присутствует. Короче говоря, такой же прогулочный блок, только немножечко укороченный и убрали возможность регулировки. Да, и вы никак не сможете установить прогулочный блок, который идет в комплекте с АПО Бэби Виста в два в одном, который вниз. Этот блок устанавливается только наверх. Устанавливается и лицом по ходу движения, и против хода движения, но никак не вниз. Да. Также дополнительные адаптеры идут в комплекте с дополнительным блоком. Эти адаптеры устанавливаем для того, чтобы поставить прогулочный блок, сидячий блок. Устанавливаются достаточно несложно эти адаптеры и снимаются также легко. Все, вставим. Вот, собственно, вот такая конструкция у нас и получается. В принципе, тоже не огромных размеров и достаточно удобно. Да. Также можно отметить, что блоки можно в разных направлениях ставить. В основном хода движения, против хода движения. Давайте покажем. В некоторых положениях, видите, если в таком положении, единственным нюансом является то, что уже система наклона исключена. Можно ставить против хода движения оба варианта. Оба блока. В таком положении, зато система наклона для обоих блоков, соответственно, беспрепятственна. Да, то есть даже можно предпочтительнее. Да, можно будет наклонять, независимо от друга друга. Да, насколько я помню, их можно и по отдельности друг от друга. Да, можно направлять в разные стороны, чтобы дети смотрели в разные стороны. Второй такой коляски я, к сожалению, не знаю. Очень богатые возможности иметь для двух детей. Да, но лицом друг друга не устанавливается. По той простой причине, что ножками устанавливаются, упираются друг в друга. Давайте попробуем. Поймете, по какой причине. Ну, потому что вот просто этот блок уже упирается. Это просто и неудобно, в конце концов. Да, в общем, вот так ставятся две прогулки. Сейчас мы установим две автомобильные люльки. Убираем прогулочки. Да. Две люльки. Мы люльки взяли разных компаний, потому что... Две автомобильные люльки, чтобы установить, нужны два других адаптера. Да, да. Сейчас покажем адаптеры тоже. И взяли люльки двух компаний, от Maxi Cozy и от Cybox, потому что вы не ограничены в этом плане по брендам. Можно еще установить Recaro, как вариант. Так, сейчас установим адаптеры. Верхние адаптеры для автолюльки, они будут в комплекте уже идти, коляски два в одном. Дополнительно их докупать не придется. Но это только для верхнего блока. Для верхнего блока. Снизу, чтобы установить, нужны адаптеры для автолюльки спереди или снизу. Снизу, да. И тогда, соответственно, мы установим Pimaxi Cozy. Снизу, Cybox AtonQ. Для более простой установки устанавливайте сначала нижнюю, а потом верхнюю. А то она в нее упирается, не совсем удобно. Вот, собственно, вариант с автолюльками. Да, варианты для близнецов. Да. Сейчас покажем варианты для погоды. Для погоды, все правильно. Так, убираем. Так, сейчас мы покажем вариант с установленной люлькой и прогулочным блоком. Опять же, нужный адаптер устанавливаем. Так, учтите один момент. Как я уже говорил, тот блок прогулочный, который идет в комплекте, устанавливается только сверху. Поэтому, если вы хотите ребенка постарше усадить вперед, вниз, то для этого вам надо будет обязательно покупать дополнительный блок. Только адаптерами вы, к сожалению, не решите вопрос установки сидящего блока вперед. Вот, ну сейчас про это продемонстрирую. Варианты, какие могут быть. Да, поставим. Дополнительные адаптеры, чтобы увеличить расстояние между двумя блоками. И, соответственно, сначала... Как? Прогулку? Прогулку. Так поставим? Прогулку давайте, да, сверху, а люльку вниз. И, соответственно, сейчас прогулка. Опять же, вы видите лицом к маме спокойно. Вот, собственно, вариант для более старшего и для совсем маленького ребенка. Эту комбинацию можно исполнить, покупая только адаптеры. Не надо будет в такой ситуации покупать дополнительный блок. То есть, вы купив два адаптера, получается, сделаете коляску, превратите коляску для погодок. Единственное, бывает, спрашивают, что можно ли обойтись одним адаптером для установки люльки снизу. Да, в таком сочетании тоже устанавливается, но, единственное, мы решим себя от системы наклона для ребенка постарше. Как это будет выглядеть? Убираем вот эти адаптеры. Допустим, вы сэкономили на них. Не стоит. Не стоит. И устанавливаем сидячий блок. Устанавливается, но пространство между двумя блоками исчезает напрочь. Да, и чтобы подобраться к ребенку, нужно обязательно будет вам вот так вот отпускать козырек. Это неудобно. И система наклона абсолютно исключается. То есть, вы не сможете... Да, неполноценно получается использование. Ну, также, соответственно, можно устанавливать автолюльку снизу. Можно к ней добавить еще автолюльку. Любая комбинация возможна, как удобно. Поэтому тут... Ну, как я уже говорил, если вы хотите ребенка постарше усадить вперед, а люльку хотите принципиально наверх, то тогда вам необходимы будут верхние адаптеры для увеличения расстояния между блоками. И дополнительные сиденья уже надо будет приобретать. А он будет уже в комплекте с адаптером. Угу. Так, педлок вот сзади. Да. Установим сейчас его установим против хода движения. Можно устанавливать сидячий блок спереди как по ходу движения, так и лицом к люльке. Да, и не теряем возможность наклона спинки. Так, в принципе, больше не осталось у нас, да? По большому счету вариантов. Хотя, куда их еще больше? Вариантов предостаточно. При этом удобный доступ в багажник всегда остается. Багажник достаточно просторный. Зачастую, если дополнительно сидячий блок смотрит в сторону родителей, то упирается ножки в специальную раму. Домашечка такая своего рода. Да. На мой взгляд, это уникальная коляска, которая имеет очень большие возможности для того, чтобы перевозить двоих детей. Угу. Да. Собственно, добавить уже нам нечего. Спасибо за время большое за помощь. Подытожим. Вот, изучив все эти коляски подобного рода, я лично на рынке что-то подобное... Конечно, подобное есть, но оно не настолько грамотно все реализовано, чтобы вот так трансформироваться. Имела возможность трансформации так коляска. Поэтому, лучше я не знаю. Поэтому, если погодки или близнецы, очень настоятельно рекомендую обратить на нее внимание, очень рекомендую изучить ее хорошо. Кстати, еще один момент добавлю, чтобы вы как бы при покупке это имели в виду, здесь очень широкая колесная база, это дает очень хорошую устойчивость. Чтобы, как бы вы не боялись, что при такой высоте она там накренется, такого не будет. И имеете это своего рода и плюс, и минус. Поэтому, минусом является то, что не во все лифты оно входит. Вот, поэтому перед покупкой изучите сначала этот момент, а потом приступайте к изучению коляски. Кстати, хотел бы добавить в плане надежности. То, что рассчитано на вес ребенка для установки наверх до 25 килограмм вес ребенка, то есть до 5 лет, снизу до 16 килограмм, то есть до 3 лет можно будет возить именно снизу. Так, все, добавить нечего. Единственное, хочу поблагодарить еще первую коляску в магазине за то, что предоставили на обзор этот интересный вариант для погодок и близнецов коляску АПА Бэйби Виста. Вот, если это видео вам было полезно и интересно, ставьте лайки, не интересно, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора и всего доброго, до свидания. До свидания.